Читатель спрашивает, Евгений Николаевич, хочу спросить ваше мнение как антрополога, как вы относитесь к вегетарианству, влияет ли оно положительно на жизнедеятельность человека? Это я знаю положительно, вегетарианство. Ой! Очень положительно. Ребятки, значит, вегетарианство может принимать и любить только тот человек, который совершенно, тотально невежественен и с точки зрения физиологии человека, причем даже на школьном уровне, и с точки зрения развития вообще эволюции. Потому что эволюционно мы всеядны, тут нет двух мнений, эволюционно мы всеядны, и наш организм миллионы лет привык быть всеядным. Мы привыкли к пище вкусной, мясной, понимаешь, нам мясо надо есть, я очень тоже это люблю, в разных видах, и стейки, колбасы, значит, колбасы есть какие-то. Все должно быть в разумных соотношениях. Да, это во-первых. Во-вторых, с точки зрения физиологии, нам для работы мозга, для работы нейронов, клеток, это нужна такая колоссальная энергия, которую мы не сможем получить из растительной. То есть, жиры невзаимозаменяемы, аминокислоты невзаимозаменяемы, витамины, допустим, В12 вообще в растительной пище просто нет в теории, нет, не существует. Опять-таки, железо, кальций в нужных количествах тоже сложно получить. Но это такая, я бы сказал, секта, эти вегики, это секта, они очень похожи на верующих. Они веруют, что они делают? Да, да, но верующие, вот эти кости слевшие, грязные кости, он на них бублик кладет и думает, что бублик стал уже чудодейственным бубликом, понимаешь? Также они думают, что вот из травки можно получить мясные все компоненты. Нельзя получить, нельзя. Причем у них и даже с верующими еще общее такое, они улыбаются не так вот как, по-настоящему. У них такая, вот тут немножко, такая зажатая, деланная улыбка, как будто тебе просветлено и хорошо, а на самом деле ты внутри злой, потому что ты сожрать хочешь и позаниматься сексом хочешь, если там у кого грехи, да? А нельзя. А нельзя. И как только что сказать, они взрываются, они страшно неудовлетворенные, ужас. У меня были случаи, когда вегетарианец приходил знакомый, я говорю, перестань, ешь мясо. Через неделю смотрел, веселый, счастливый, тембр появился, тембр, да? Вот только что спрашивал про, как это сказать, бельканто, да? Я говорю, бельканто нельзя с вегетарианством. У тебя будет вот такой вот тембр, и ты будешь оперу петь вот таким вот вегетарианским, но ты будешь очень счастлив и просветлен, вот ты будешь очищен, твой организм будет, ты никогда не убьешь ни мухи, никого, потому что как убьешь, у тебя рука плохо, чтобы муху убить, чтобы муху убить, не то что живо, чтобы муху убить, это же надо не только взгляд, а глаза тоже придется двигать, руками, в чем чужими. То есть это не будет ни тембра, ни, ну как ты, я не могу тебе даже сказать, ты женщина у нас, хотя ты нормальная женщина. То есть, ребята, надо нормально питаться. Живите нормально. Да, я даже, а я же такой гад, тоже знакомый вегетарианца, я при них заказываю вкусную пищу, и самокую, я не смотрю взглядом, ты знаешь, я на знаменитой фотографии Геббельса, да, когда вот он смотрит на журналиста еврейского, нет такого ненависти, нет, конечно, нет, да. Заводя, поехали. Я вот даже и штемпур обрел. Даже штемпур, хорошо. Что ты хочешь дальше?